Где находится один из самых маленьких городов России, о чём поют богородицкие бабушки и в чём секрет настоящего печатного пряника? Об этом не только можно узнать отправившихся всего за 180 километров от столицы. Ежегодно Тулу посещают сотни тысяч туристов, а в августе там пройдут дни Москвы. Но Тула, конечно, это не только самовары и пряники. В этом убедилась Наталья Смоленская. Оружие, пряники и самовары – это первые ассоциации с Тулой у тех, кто ещё там не был. Тула, Тула, Тула – лучшая моя. Тульские мастера ТТ изобрели, блоху подковали. В Тулу со своим самоваром не едут. Но Тула – это ещё и древняя архитектура. Например, недавно отреставрированный Тульский Кремль. Стена его очень похожа на ту, что на Красной площади. По всему периметру те же двурогие зубцы, напоминающие ласточкин хвост. Историки считают, что тульские и московские кремли возводили однизодчие. Можно отправиться и на Куликово поле. Там сейчас музей-заповедник. Во всех письменных источниках место Куликовской битвы определяется достаточно точно. Небольшая речка, она впадает в ещё не широкий верхний течение Батюшку Дон. Мы точно стоим на том месте, где слились эти реки. А ещё под Тулой есть свой Петергоф. На него будет интересно посмотреть в первую очередь жителям Санкт-Петербурга. Это тульская усадьба Екатерина II, где она, к слову, ни разу не была. Здесь всю жизнь прожил её внебрачный сын, князь Бобринский. Он был спроектирован как театр. Дворец стоит на сцене, под ним оркестровая яма пруд. И пять улиц расходятся лучами от него и выглядят как амфитеатр, если вы стоите на площадке. За атмосферой крестьянского быта стоит отправиться в область, город Богородицк. Здесь живут не бурановские, а богородицкие бабушки. Тульская область особенная и для руководителя столичного департамента туризма Владимира Черникова. Здесь родился его отец. А ещё в этом регионе находится один из самых маленьких городов страны. Интересный городочек из Чекалин. Самый маленький город в России. Там очень интересные люди, которые там живут. Они понимают свою в этом особенность. И на самом деле сам городочек, по которому можно пройтись буквально за менее часа. Два с половиной миллиона туристов в год приезжают в Тульскую область. В основном едут из столицы на выходные. Ведь здесь есть десятки новых гостиниц, уютных кафе, ну и конечно пряники. Здесь их можно не только купить, но и научиться готовить. Сделать настоящий тульский печатный пряник очень просто. Для этого нужны мука, яйца, сахар и мёд. Ну и какая-нибудь начинка. Но самое главное, это печатная форма. Без неё тульский пряник не получится. В неё укладывают раскатанное тесто. Немного на него надавливая ладонью, чтобы пропечатался рисунок. Затем распределяют по форме начинку и закрывают всё это ещё одним слоем теста. Обязательно тульский воздух. Один из основных компонентов, который присутствует в составе тульского пряника. Без него тульский пряник, к сожалению, не приготовить. Наталья Смоленская, Егор Вожлицов и Никита Фомкин. Вестия в Москва.